Добрый вечер, уважаемые коллеги, добрый вечер, уважаемые председатели. Спасибо организаторам за то, что организовали такую интересную сессию с такими интересными и разными докладами. Так, у меня не переключается. Сейчас я попробую еще раз. И я благодарю всех слушателей, которые дождались последних докладов. Мне бы сейчас хотелось поговорить как раз о той ситуации. Мы практически целый день слушали о достижениях нашей хирургии, о достижениях лучевой терапии в области головы и шеи. Мне бы хотелось немножко поговорить о том, к чему мы пришли на сегодняшний момент в лекарственном лечении. Потому что, как бы там ни было, случаются ситуации, когда хирурги бессильны, лучевые терапевты бессильны. И слово остается только за лекарственными терапевтами. Посмотрим, к чему же нас привела эволюция. Смогли ли мы поймать, имеем ли мы на сегодняшний момент те возможности для того, чтобы поймать ту злополучную рыбку, большую или маленькую, для того, чтобы достичь тех целей, которые у нас на сегодняшний момент есть. А цели наши таковы. Это улучшить частоту и длительность объективного ответа опухолей на проводимую лекарственную терапию и глобально увеличить общую безрецидивную выживаемость наших пациентов. Что у нас на сегодняшний момент имеется в отношении местно распространенного рака? У нас, возможно, на сегодняшний момент имеется больше вопросов, нежели ответов. В 2018 году было зарегистрировано исследование Deescalate. И на основании этого исследования мы поставили под сомнение возможность 100% замены цитуксимаба в сочетании с лучевой терапией и задались вопросом, все-таки цитуксимаба, по всей видимости, более эффективный. Поскольку данное исследование – это исследование прямого сравнения комбинации цитуксимаба с лучевой терапией с комбинацией цесплатина с лучевой терапией у пациентов с местно распространенным плоскоклеточным раком головы и шеи, то, в общем-то, наверное, этим данным можно попробовать доверять, поскольку мы имеем улучшение как общей, так и безрецидивной выживаемости, так и локорегионального контроля. Результаты исследования прекрасные, доложены они прекрасно, но вопрос, как был, так и остается, что же делать с теми пациентами, которым мы не можем ввести ту полную кумулятивную, высокоэффективную дозу цисплатина, которая должна быть больше, чем 200 мг на метр квадратный. Это достаточно большая доза, поскольку даже ретроспективные анализы сравнения разных доз цисплатина говорят о том, что те пациенты, которые не могут получить кумулятивную дозу платины на фоне лучевой терапии, большую или равную 200 мг на метр квадратный, не получают того эффекта, который нужен. То есть те пациенты, которые эту дозу получать не могут, им лучше не вводить никакого химиопрепарата, чем вводить низкие дозы платины, потому что мы не получим никакого эффекта, зато получим стопроцентную токсичность. Поэтому, скорее всего, этим пациентам все-таки, а их практически 47%, эти пациенты останутся для сочетанного использования цитоксимаба с лучевой терапией. Безусловно, нас обнадеживают те исследования, которые на сегодняшний момент проводятся для местно распространенного рака в отношении лучевой терапии. Одно из исследований компании МСД, которое предполагает получить эффективность от возможного сочетания иммунотерапии, ингибиторов контрольных точек иммунного ответа в сочетании с лучевой терапией для лечения местно распространенного рака головы и шеи. Впервые об этом исследовании было сказано НАСКО 2017 года. И были получены первые предварительные результаты о том, что уровень полных ответов при ВПЧ-отрицательных и ВПЧ-положительных опухолях был достаточно высок на первом этапе среза базы данных, а на ВПЧ-положительных опухолях он составил практически 85%. Это колоссальные показатели для местно распространенного рака органов головы и шеи, пускай даже той узкой когортой, которая является ВПЧ-положительной. 85% полных ответов. Это прекрасно. На сегодняшний момент, если мы говорим об эволюции, в принципе, лекарственной терапии местно распространенного рака, то, слава богу, исследуется большое количество комбинаций. Это может быть и комбинация других ингибиторов контрольных точек случевой терапии, либо комбинация ингибиторов контрольных точек иммунного ответа с таргетной терапией и случевой терапией. Но данные этих исследований на сегодняшний момент еще не представлены. Мы ожидаем первых срезов баз данных для того, чтобы понять, есть ли перспектива у такого метода лечения местно распространенного рака органов головы и шеи. Большой интерес представляет метастатический рецидивирующий рак, поскольку, как мы знаем, медиана общей выживаемости пациентов с рецидивирующим раком на сегодняшний момент не превышает 8 месяцев. Это очень тяжелая когорта пациентов, которой хочется не просто помочь в виде увеличения общей безрецидивной выживаемости, но и снизить те токсические эффекты, которые мы можем получить от агрессивной лекарственной терапии. В принципе, поскольку мы прекрасно знаем, что на сегодняшний момент золотым стандартом является режим экстрим для лечения пациентов в первой линии терапии рецидивирующего рака органов головы и шеи, мы прекрасно понимаем, что комбинация цисплатина с пиатуророцилом также является достаточно токсичной, и, к сожалению, не все пациенты могут быть подходящими для данной комбинации. Предпосылками для собственной исследования в данном направлении послужил тот факт, что мы не можем провести пациентам полноценные режимы дозирования, правильные режимы цикличности введения препаратов в рамках первой линии. На АСК 2018 года было доложено небольшое шведское и датское исследование, в котором использовалось сравнение стандартного режима экстрим с режимом, который обладает меньшим профилем токсичности, это режим поглитоксел с карбоплотином, также с параллельным введением таргетного ингибитора рецепторов эпидермального фактора роста. И были получены достаточно хорошие результаты. Выживаемость, как общая выживаемость, так и выживаемость без прогрессирования на фоне замены стандартного режима ПФ на режим поглитоксел-карбоплотин были абсолютно сопоставимы, то есть эффективность мы однозначно не снизили, но мы достоверно снизили токсичность, поскольку профиль токсичности в той группе пациентов, которая получала поклитоксел с карбоплотином, был намного мягче и варьировал в соотношении 60 к 40% в частоте возникновения нежелательных явлений, связанных с введением препаратов. На АСК 2019 года были представлены результаты исследования ТП-экстрим, представленная группой Гортек, которые в принципе обнадеживают нас и дают нам возможность использовать, возможно использовать в рамках первой линии вместе с цитоксимабом, не цесплатин с 5-теророцилом, а комбинацию доцитоксела с цесплатином, которая возможно также будет обладать меньшим профилем токсичности. Если мы посмотрим на те результаты, которые были представлены, то мы имеем эффективность данной комбинации не хуже, чем эффективность зарекомендовавшего себя на 100% режима Экстрим, и также имеем более мягкий профиль токсичности, поскольку те пациенты, которые были рандомизированы в группу с децитокселом и цесплатином, завершили все запланированные случаи в 72% случаев, в отличие от той группы, которая получала Экстрим, где завершенность циклов составляла только 44%. Поэтому это также, я думаю, достаточно хорошая перспектива для более полного получения эффекта в рамках первой линии лечения рецидивирующего рака головы и шеи. Есть исследования, которые, возможно, к чему-то приведут, на сегодняшний момент непонятно, но мы пытаемся вводить какие-то другие таргетные агенты в стандартную схему, которая есть. Вот одно из исследований, результаты которого были представлены также на 2017-го года, когда к стандартной химиотерапии цисплатин с 5-торуроцилом был добавлен ингибитор эндотелиального сосудистого фактора роста, и, в общем-то, получены достаточно хорошие результаты в виде увеличения как медианы общей выживаемости, так и выживаемости без прогрессирования. Сказать о том, что эти результаты были значимы в отношении общей выживаемости я не могу, в отношении времени выживаемости без прогрессирования и времени без прогрессирования. Эти результаты были значимы, и лучше в той группе, в которой был добавлен бивоцизумаб. И частота объективных ответов в той группе пациентов, которая получала ингибитор ВЭДЖФР на фоне химиотерапии цисплатин с 5-торуроцилом, также была достоверно выше. Возможно, это тоже будет новое направление, то эволюция лекарственной терапии, и первая линия метастатического рака органов головы и шеи. Что мы имеем во второй линии? Безусловно, это ингибиторы контрольных точек иммунного ответа, которые на сегодняшний момент зарегистрированы и в России в том числе. Это неволумаб и пембролизумаб. Неволумаб зарегистрирован на основании результата исследования Чикмей-141, которая однозначно и достоверно показала увеличение общей выживаемости у тех пациентов, которые в рамках второй линии получали ингибитор контрольных точек иммунного ответа. Это блокатор PD-1 рецепторов. И прирост общей выживаемости был практически 11%. То есть на 11% пациентов больше пережили двухгодичную точку выживаемости. Если мы говорим об исследованиях, касаемых пембролизумаба, то это исследование КИНОД-40, которое также показало прирост общей выживаемости в сравнении со стандартной химиотерапией у тех пациентов, которые получали данный ингибитор контрольной точки иммунного ответа в рамках второй линии лечения. И результаты также были достоверны. У нас, слава богу, есть возможность данные препараты использовать в нашей клинической практике. Посмотрите, пожалуйста, какой потрясающий быстрый эффект был получен нами у пациента с орофарингеальной карциномой, рецидивирующей, резистентной к препаратам платины. И у нас была возможность дать данному пациенту ингибитор антипедиа-1. И мы получили общий ответ опухоли, равный регрессу 86%, уже после четвертого цикла терапии. Причем в области небной биндалина у нас был полный ответ, а в области лимфатических узлов шеи сохраняется незначительный опухолевый очаг. Пациент имеет прекрасное качество жизни. В настоящий момент лечение пациента продолжается. И сейчас общая выживаемость его от момента прогрессирования на фоне препаратов платина составляет 14 месяцев. Это более года. Он чувствует себя хорошо, он работает, он ведет социально активный образ жизни. К сожалению, на АСКО 2019 года были доложены результаты исследований ИГЛ, также посвященного введению антипедиа-1 ингибиторов для лечения в рамках второй линии. К сожалению, исследование не достигло первичной конечной точки. Медиана общей выживаемости и одногодичная и двугодичная выживаемость не имели никаких преимуществ ни в группе монотерапии антипедиа-1 ингибитором, ни в группе комбинированной терапии антипедиа-1 ингибитора с анти-CTLA-4 ингибитором по сравнению со стандартной терапией. Единственный выигрыш, который исследователи получили, это длительность объективного ответа, что в общем-то тоже достаточно важно, потому что мы прекрасно понимаем, что помимо частоты объективного ответа, который можно получить на иммунотерапии, очень важна длительность и глубина этого ответа, которая может продолжаться у пациентов годами при благоприятном течении обстоятельств. В перспективе, безусловно, исследуются другие ингибиторы PD-L1 в сочетании с таргетными препаратами. Исследование данной также еще на сегодняшний момент не произведен срез базы данных, чтобы понимать, каковы результаты. И существует комбинация и исследуется комбинация ингибиторов рецепторов эпидермального фактора роста с ингибиторами циклинозависимых киназ в сочетании с лучевой терапией. Также ожидаются результаты первого среза базы данных. Что касается первой линии терапии, то здесь достаточные вопросы, исследований много, но результаты не все доложены. Доложены только результаты исследования КИНОТ-048, исследования пембролизумаба в рамках первой линии. Получен достоверный прирост как медиана общей выживаемости на фоне, как монотерапии, так и комбинации иммуно-онкологического препарата с химиотерапией в рамках первой линии. Причем в сравнении все это было со стандартным режимом Экстрим. Получили однозначный прирост в общей выживаемости, как в одной, так и в другой группе. И получается, что и монотерапия, и терапия антипедиодин-ингибитором в сочетании с химиотерапией имеет выигрыш по сравнению с режимом Экстрим в первой линии лечения опухолей органов головы и шеи. И 11 июня 2019 года, то есть совсем недавно, FDA зарегистрировал данный препарат для лечения рецидивирующего рак органов головы и шеи в первой линии в Америке. Вот поэтому мы ожидаем регистрации данного препарата в первой линии в Европе, а в последующем, по всей видимости, в России. В рамках первой линии у нас также была возможность пролечить пациентов ингибиторами контрольных точек иммунного ответа. И, в принципе, мы также довольны результатами, потому что вот, например, клинический пример пациентки, которая получала по поводу рецидива ракослизистой оболочки боковой поверхности языка, получала антипедиодин-ингибитор в рамках первой линии, и уже после второго цикла иммунотерапии мы заметили клинический ответ опухолевых очагов на лечение, который подтвердился в последующем рентгенологическим ответом. И на сегодняшний момент выживаемость пациентки на фоне иммунотерапии составляет 10 месяцев. Мы должны, конечно же, не забывать, что у любой терапии, даже такой хорошей, как терапия ингибиторами контрольных точек иммунного ответа, имеет свои отрицательные последствия. Данная пациентка, например, имеет грозное осложнение пневмонит. На сегодняшний момент мы с ним пытаемся бороться и контролировать его, но, тем не менее, пока это нам удается, и мы можем не отменять терапию, поскольку редукция доз у иммуноонкологических препаратов не предусмотрена. Из перспектив мы ожидаем результатов исследования кестрел, которое также представляло из себя исследование сравнения анти-PDL1 ингибитора как в монотерапии, так и в сочетании с анти-CTLA-4 ингибитором по сравнению с режимом экстрим в первой линии у пациентов с рецидивирующими опухолями органов головы и шеи. Но на сегодняшний момент результатов пока нет. И мы очень рады, что эволюция продолжается, и мы используем и исследуем новые таргетные препараты, новые ингибиторы контрольных точек иммунного ответа, и надеемся, что это позволит улучшить результаты лечения как местно распространенного, так и рецидивирующего метастатического рака органов головы и шеи. Особенно хочется сказать, что на сегодняшний момент иммуно-онкологические препараты исследуются также в рамках неоадювантной химиотерапии при резектабельных опухолях. Это и не волумап, и пембролизумап. Но вот результатов пока нет, ожидаем. Я надеюсь, что эволюция не остановится, и что мы, собственно, сможем помочь хирургам увеличить выживаемость и качество жизни тех пациентов, которым, к сожалению, хирургически уже помочь нельзя. Вот на этом я позволю себе закончить. Спасибо огромное за внимание. Спасибо большое за исчерпывающие сообщения. У нас один вопрос. Спасибо за сообщение. Слава Игоревна, скажите, пожалуйста, вот в исследованиях по изучению эффективности химиотерапии совместно с анти-ВИДЖФ терапией, какие были локализации выбраны для лечения гортань, орфорингеальный рак и в зависимости от ВПЧ-статуса? Потому что доказано во многих исследованиях, что нужно блокировать при ВПЧ-позитивном ангиогенезе, а при негативном... Наоборот, при позитивном лиф-ангиогенезе, а негативном ангиогенезе. Спасибо. Спасибо огромное за вопрос. Там была общая когорта пациентов, которая включала пациентов, имеющих первичную опухоль в области полости рта, ротоглотки, гортань, гортаноглотки, исключалась только носоглотка. Под анализом на сегодняшний момент по П-16 позитивным и негативным пациентам нет, но, возможно, он будет в ближайшее время. Пока таких данных нет. Пока есть общие данные по общей когорте пациентов. Из иммуно-онкологических препаратов первой линии вы имели опыт. Скажите, псевдопрогрессия. Насколько сильна эта проблема для локализации именно в метастазах, в лимфоузлах шеи? Спасибо. Все зависит от того, на каком этапе мы стартовали, какую картину мы имели на бейзлайне. Если это лимфатические узлы, которые укладываются в размер до 3 см и не имеют паровоспалительного компонента, то особенных проблем в псевдопрогрессировании нет. И потом, что мы понимаем под псевдопрогрессированием? Это увеличение количества лимфоузлов или увеличение имеющихся лимфоузлов в объеме за счет воспалительного компонента. Здесь тоже нужно понимать, что это немножко разные вещи. В принципе, у тех пациентов, с которыми мы имели дело, их на сегодняшний момент больше 40 человек, которые получали у нас ингибиторы контрольных точек иммунного ответа, мы особенных проблем с псевдопрогрессированием не имели. Но и истинного псевдопрогрессирования мы также практически не видели. Пожалуй, только один пациент из всех 40 у нас подойдет под точные критерии псевдопрогрессирования. Все остальные были подтверждены как пациенты запрогрессировавшие. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, Селегрина. Спасибо. Спасибо. Спасибо.